Добрый день, уважаемые слушатели! Мы рады вас приветствовать в нашем сегодняшнем вебинаре, где мы поговорим о таком важном аспекте изучения английского языка, как чтение. Конечно же, все мы прекрасно понимаем, что без навыков чтения совершенно невозможно ни освоить новые слова, ни узнать новую информацию, ни написать что-то, ну, в общем, собственно, куда ни обернись, куда ни посмотри, а повсюду нужна опора на чтение. Поэтому уметь читать и обладать навыками чтения очень важно при изучении любого иностранного языка, но в том числе, конечно же, и английского языка. И мы сегодня с вами поговорим о двух аспектах, таких явлениях, как чтение как цель и чтение как средство. То есть вообще в методике преподавания иностранных языков обычное чтение рассматривается с этих двух сторон. Ну, что значит чтение как цель и что значит чтение как средство? Ну, все достаточно просто. Чтение как средство. Что это такое? Это средство достижения каких-то новых знаний, средство обретения новой информации. То есть чтение как средство – это обучение техники чтения, обучение техники чтения слух, изучение сначала букв, потом чтение словосочетаний, слов, наконец, текстов. Все это происходит, естественно, постепенно, медленно. И как раз-то начальная школа – то самое поле, когда и происходит обучение главным образом чтению как средство. И формируется техника чтения, и формируются необходимые навыки. То есть тогда наши ученики знакомятся с системой языка, со способами выражения мыслей с помощью печатного текста. Ну, и, конечно, такие технические навыки туда будут входить, как навыки узнавания букв, объединения букв в буквосочетания, перекодировки букв в буквосочетания в звуке, то есть озвучивание слова во внешней, внутренней речи, узнавание графического образа слова, соотнесение акустического, то есть как оно звучит, и графического, как оно пишется. А кроме того, в это время, во время обучения техники чтения, формируются у учащихся начальной школы такие навыки мыслительной обработки воспринимаемых единиц текста, как умение соотнести графический образ слова, то есть написание, с его значением, а также догадка о значении слова, определение смысловых связей в предложении, и успешность чтения как формы письменного общения зависит от сформированности таких навыков, как навыки фонетики, то есть навыки распознавания графического и звукового символа, узнавания единиц языка при восприятии в речи. Кроме того, очень важен лексический навык, это умение соотнести лексический образ, то есть значение слова и его написание, а также грамматические навыки, грамматическая форма слова, словосочетание и соотнесение с его значением. Ну и, конечно же, немаловажно и формирование умения в процессе чтения решать какие-то конкретные коммуникативные задачи. Это уже будет, конечно, не так чтение слов, как чтение про себя, это будет уже как цель обучения, поиск информации. Если мы начнем с вами говорить о видах чтения, то, конечно же, мы знаем прекрасно, что... Простите. Прошу прощения. Что находят методисты, ну, в частности, методист Волонкин, например, выделяют такие виды чтения, как просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое чтение. Ну, а конечная цель наших учащихся – овладеть всеми видами. Возникает вопрос, а как же, собственно, замерять это эффективное чтение? Эффективны ли оно? Насколько эффективны навыки? Как хорошо овладел наш ученик этими навыками? Ну, измеряется это все с полнотой понимания, точностью, глубиной, гибкостью, умением перейти с одного вида чтения на другой. И сейчас я хотела бы еще обратить ваше внимание на эти два аспекта – чтение как цель и чтение как средство, и показать, каким образом отработка двух этих аспектов происходит в учебнике «Английский язык» под редакцией Светланы Григорьевны Терминасовой. А работа над этими аспектами проходит в течение всего второго, третьего, четвертого класса, конечно же. И если в начале, во втором классе, в первой части мы работаем с обучением техники чтения вслух, с чтением как средство, то тогда далее уже происходит обучение, конечно же, смысловой стороне. И мы тогда уже работаем с пониманием смысла, с выделением опорных слов, выделением важных факторов и так далее. И если сейчас мы с вами откроем страницы, мы сейчас откроем учебника второго класса, первой части, то мы увидим с вами, что сначала возникают на первом этапе самые простые задания, например, одно из первых по обучению чтению. Напомню, мы сейчас с вами на страницах учебника второго класса, первой части. Вот, например, первое, знакомство с алфавитом. Перед тобой буквы английского алфавита. Сосчитай, сколько их всего и сколько из них похоже на русский. Мы видим, что здесь принцип дифференциации срабатывает. Ребенок должен применить свои навыки дифференциации и дифференциировать, отличить похожие на русский вариант буквы и найти специфичные, характерные только для английского алфавита. Ну, кроме того, что перед нами этот веселый, красивый, красочный алфавит, есть еще несколько других дополнительных возможностей, которые предоставляет именно электронная форма учебника, высокоинтерактивные учебные пособия. То есть мы, например, видим с вами вот этот плюсик. И здесь выпадает правильный ответ – подсказка. Это такая опора, если вдруг ребенок занимается самостоятельно или с родителями, и нужна какая-то помощь, то можно обратиться к этой подсказке. И мы здесь увидим с вами правильный ответ, что в английском алфавите 26 букв, а для сравнения в русском – 33. А буквы похожи на русский, но вот они даны здесь под номерами, чтобы ребенок интегрированно еще отработал и навыки чтения, и навыки счета, которые тоже важны. Ну, а кроме того, здесь еще мы видим экран, и это означает, что… значок графический экран. Это означает, что есть возможность какой-то анимации. Ну, вот анимация, собственно говоря, и есть. Это песенка. Веселая песенка под веселую музыку и очень ритмичная. Ребенка очень легко имитировать, и дети с удовольствием поют эту песенку, и так непроизвольно, на сознательном уровне усваивают алфавит, и потом легко могут его воспроизвести. Ну, и вот далее еще одно задание. Послушай песенку ABC, и ты узнаешь, как называется буквы на картинке. Если вдруг недостаточно видео, то можно послушать еще одну песенку, другую, уже авторскую, из учебника, и послушать еще раз уже без видеосопровождения, как называются буквы. Ну, вот, первое знакомство с буквами состоялось. А далее, первое знакомство с алфавитом состоялось, а далее и первые буквы. Потому что чтение, конечно, это начало всего обучения чтению, это изучение алфавита. Очень много в учебнике упражнений, посвященных этому, и учение, изучение правил чтения алфавита становится интересным, занятным, благодаря таким интересным упражнениям. Смотрите, пожалуйста, например, подбери к каждой заглавной букве страчную букву. Вот такие интерактивные упражнения с притягиванием позволяют ребенку легко и интересно усваивать алфавит. Ну, мы видим здесь мгновенную проверку, то есть если ребенок вдруг куда-то неправильно поставит, ну, здесь трудно перепутать, а в каких-то местах и легко, то мгновенная проверка сразу покажет ошибку. Кроме того, здесь есть кнопочка аудио, и можно послушать, как называется буква. И многократно нажимая на кнопочку и повторяя, можно легко запомнить, а может быть, в двух раз достаточно будет. И здесь же дается транскрипция. А я напомню, без транскрипции невозможно выучить никоим образом правила чтения в английском языке, потому что звуков гораздо больше, чем букв, и порой одна буква передает несколько звуков. Вот как в данном случае называется буква А, А транскрипционных значка два, И и Э. Вот, и оба они соотносятся с этой буквой. А далее, по мере изучения букв, такой багаж знаний накапливается, и все больше и больше ребенок знает букв, все больше слов, и тут уж прибавляются Эль, Кей и так далее. И вот задание, например, такое. Помоги заглавным буквам освободить соответствующие им строчные буквы, транскрипционные значки. Подбери к каждой заглавной букве соответствующую строчную букву, транскрипцию, а затем напиши их еще и рядом в тетради. Вот здесь у нас А, Б, дальше К, Л, и нужно притянуть к ним букву малышку. Спасти ее. И здесь также точно мгновенная проверка. Если вдруг мы сделаем что-то не так, ну вот, например, вот, то она сразу спрыгивает с мостика и не идет сюда. Ну, а если вдруг у нас есть еще какие-то сомнения, то вот эта кнопочка помогает нам проверить и вот в полном объеме информации. Ну, повторю, она нужна скорее, может быть, родителям, которые хотят проверить знания своих детей. Вот высокоинтерактивное учебное пособие дает эту возможность. Ну, либо ребенок сам может проверить свои знания. Вот буква за буквой, транскрипционный знак за знаком, знания накапливаются, их становится все больше. И, например, возникает вот такое задание. Из ряда транскрипционных значков выбери тех, которые подходят буквам. Соедини, затем напиши в тетрадь. Ну, для начала очень хорошо это проделать в высокоинтерактивном учебном пособии для тренировки, потому что все-таки навык еще не закреплен, знания еще не прочные, могут быть ошибки. И поэтому лучше всего это проделать сначала вот таким образом, а потом уже, когда твердо знаем, что все хорошо и правильно, то тогда уже можно записать их. Ну, вот мы устанавливаем таким образом, чтобы все было правильно. Опять же, у нас есть кнопочка «Проверить правильные ответы» на случай, если вдруг мы совсем затруднились. Видите, что уже все больше букв, все больше звука ребенок знает. И постепенно знания накапливаются, их становится все больше. Вот еще одно такое же забавное задание. Я говорила, что учебник такой, в общем-то, не очень интересную для детей тему, как алфавит, транскрипция. Он ее обыгрывает в очень интересном, в интересном игровом формате. Вот еще одно игровое задание. На корабль инопланетян забрались английские буквы-непоседы. Найдите, назовите, поставьте в один ряд заглавные буквы, соответствующие строчные, победит команда, которая быстрее, правильнее выполнит задание. Вот можно здесь их увидеть, да, вот здесь N, здесь B, N, A. Художник постарался и припрятал хорошенько на борту космического корабля эти буквы, давая возможность тебе там вдоволь поиграться и поискать. Ну, а на случай, если уж затруднения, то, конечно, вот наша кнопочка с правильным ответом есть. Еще одно интересное задание, которое продолжает этот формат, это вот домик таким же образом спрятанной буковки, и их нужно собрать и поставить, да, перетянуть из домика заглавные буквы, соответствующие строчные буквы, и выстроить их тоже в ряд. Вот мы здесь, например, видим там, E будет, да, D и так далее. Домик очень милый, приятный, и у детей создается сразу доверие к учебнику, потому что он яркий, красочный, доброжелательный, милый, и согласитесь, такие задания хочется не только ребенку, но и взрослому проделать, хотя все мы уж с вами, конечно, давно знаем алфавит. Ну вот, от буквы к букве, переходя, мы уже дошли до вот такого большого набора. Перед нами еще две буквы, O, Q, вот те же задания, которые мы с вами уже видели, транскрипции, соотнесения, звучание, аудиоряда. Вот еще одно задание, подобрать транскрипционные значки к каждой букве. Ну, учителя, конечно, оценят такие задания, потому что все мы знаем, как туго, очень туго и медленно дается детям изучение транскрипции. Вообще любые новые графические символы, любые новые кодировки, они сложны. А здесь, представьте себе, вот второй класс, для ребенка и русский язык еще достаточно новое явление. Он только-только еще начался читать, писать, только-только освоил эти символы, и вдруг раз, второй класс, и вот она новость. Оказывается, еще какой-то есть алфавит, еще какая-то новая графическая система, еще какие-то ключики и закорючки, которые тоже, оказывается, буквы, да еще какие-то другие. И страшно, и незнакомо, и трудно. И вот еще транскрипция. И оказывается, что и эти-то буквы еще могут по-разному читаться. Боже, как же это все запомнить, как же это все освоить, думает ребенок. На помощь приходят вот такие задания. Они легкие и удобные. Во-первых, они превращают сразу трудное задание, трудное, подобрать транскрипцию к букве, оно превращается сразу в игру. Смотрите, вот перетягивание, можно чуть притянуть, перетянуть, вот это же интересно. Вот, а, например, если ты не то ставишь, она спрыгивает, соскакивает, вот как хорошо и удобно. Вот, и можно так вот построить. Раз, два, три. Ну, пусть это будут механические навыки, пусть это будет автоматизация чисто механических навыков. Вот эту сюда притянул, да, вот эту сюда она спрыгнула тогда еще раз, она спрыгнула опять. Ну, вот все-таки, а, вот здесь. Вот пусть так. Пожалуйста, автоматизация навыков может быть происходить и на механическом уровне запоминания, это все равно ведь будет происходить. И пусть ребенок многократно повторит это движение, но он запомнит все-таки и соотнесет букву и транскрипцию. И тогда трудное станет простым. И будет преодолена эта сложность, и ребенок затем сможет читать транскрипцию. А это очень-очень важно при изучении языка, потому что пишутся одним образом слова, читаются другим. И, конечно, нужно всегда смотреть в словарь, и в словаре всегда будет транскрипция, и только там можно точно получить информацию точную о том, как же читать это слово на самом деле. Достаточно большой к этому моменту возникает запас у детей знаний буквы алфавита, транскрипции, и вот возникают первые слова. Ты уже знаешь 10 букв английского алфавита, прочитай слух слова, в которых есть эти буквы. И вот перед нами транскрипция, слово, и какая-то буква в слове выделена жирным. В чем здесь дело? Дело здесь, собственно, в авторской методике, представленной авторским коллективом этого учебника, который состоит в дивизии reading through reading. Learn reading through reading. Изучай чтение через чтение. То есть авторы отходят от принципа «Учитель прочел, все хором повторили». «Учитель прочел еще раз, все хором повторили». Гораздо более продуктивным для автора увидится такой вариант. Вот транскрипция. Ребенок уже знает, как она произносится, потому что перед этим прошел огромный пласт работы, очень много было проделано заданий на соотнесение звукового образа, графического образа. И ребенок к этому моменту уже точно может соотнести транскрипцию написания графических образов с ее звучанием. И видя вот эту транскрипцию, он уже знает, что это «эй». И вот буква в слове, которая выделена жирным, будет читаться именно так, как транскрипция. Вот такой закон. Едино, усвоив его, ученик легко справляется с трудностями. Видя здесь выделенную букву «эй» и видя транскрипцию «э», он знает, что читать нужно «эм». «Энт», «оу», «оу», «эу», «ноу», «эу». Для начала, учителю или родителям, если родители вдруг занимаются с ребенком самостоятельно, а такой вариант тоже бывает, нужно истратить немного времени просто на адаптацию, на обучение, то самое «учись учиться». Просто научить ребенка, чтобы он запомнил раз и навсегда, что видя транскрипцию и видя выделенную жирным букву, он должен просто вспомнить, как читается транскрипция и правильно прочитает это слово, гарантированно правильно. Вначале, может быть, будет какая-то трудность, чисто психологическая, может быть, детям будет немного непривычно, что не целое слово транскрибировано, а, например, только его часть. Но в конце концов результат будет очень хороший и успешный. Я вам точно говорю, я испытала это и знаю на своем опыте. Дети довольно быстро приучаются к этому и начинают очень быстро, ловко и хорошо читать. Но только, конечно, если вам удалось научить их транскрипции и они правильно умеют читать транскрипцию. Но если вы следуете пошагово по учебнику, то, конечно, к этому моменту вам это все уже удалось. Итак, наши первые буквы, первые слова прочитаны, и ребенок движется дальше, страницы за страницей осваивая, и переходит уже к первым текстам. Тексты, первые, конечно, очень легкие, несложные. Все они построены исключительно на знакомой лексике, либо на лексике, о которой можно легко догадаться, потому что языковая догадка тоже должна присутствовать. И таким образом, вот один из первых текстов, например, такой. Прочитайте экс про себя, ответь на вопросы. Иногда сразу возникает критическое замечание, что значит про себя, дети еще вслух не научились толком читать уже про себя. Но мы должны помнить, что каждый раз в тени выступает не только как цель, но и как средство, то есть несет две функции одновременно. И главным образом мы учим ребенка читать не для того, чтобы он мог взять и красиво прочитать «Nice to meet you, my name is Romy», а именно для того, чтобы он мог найти ту самую важную информацию, то самое слово «Romy», если интересует, как зовут того, кто написал, либо сколько лет, либо какие игрушки есть, либо что-то еще, что информацию, которая содержится в этом письме. Поэтому задание такое. Прочти текст про себя, ответь на вопросы, пожалуйста. И вот он, коротенький-коротенький текст. Сделан он в формате электронного письма. С одной стороны, для того, чтобы приучать ребенка сразу к формату письма как такового, а мы помним, что это достаточно важная вещь в свете того, что на всех наших экзаменах, на ОГЭ, на ЕГЭ, ребенок должен писать письмо, и он должен приучаться к формату. И вот здесь он тут же видит, да, вот то самое «Hi, Liz, запятая», вторая строка с большой буквы, «Bye-bye». Ну, то есть формат письма он сразу видит и привыкает к нему, адаптируется. И писем довольно много встречается на страницах учебников 2-го, 3-го, 4-го класса, и ребенок затем сам пишет письма, и уже учится, приучается к эпистолярному жанру и осваивается постепенно. Так вот, в этом задании он отвечает на вопросы. В бумажном варианте, в печатном варианте учебника, это просто ответ на вопросы, а высокоинтерактивный вариант позволяет еще и здесь оживить это все и сделать, превратить это тоже в некую игру. В данном случае можно в интерактивное окошко вписать ответ. «What is your name?» Ну, если мы почитаем, то мы найдем, что ее зовут Роуми. «Your name is Rоуми». И вот нужно вписать это слово «Роуми». «Where is she from?» «She is from the red planet». И так далее. И вот кнопочка позволяет нам проверить. Если правильно, то загорится зелененькая рамочка, если неправильно, то красненькая. Если вдруг мы где-то ошиблись, не беда. Есть кнопка сброса, мы сбросим, и опять можем повторить это задание. А далее есть еще одно задание. Очень важно. Оно присутствует всегда во всех текстах учебника. Послушай и прочитай вслух. То есть здесь это начитано диктором. Вот таким образом. Во-первых, я хочу обратить ваше внимание на качество звучания. Для того, чтобы сделать звучание действительно хорошим, достойным и донести до учеников подлинный, аутентичный английский язык, в проекте участвовали носители языка. Были приглашены дети из британских семей. И запись осуществлялась именно этих детей. То есть перед нами здесь аутентичное звучание. Действительно говорят дети того же возраста, тоже второклассники. Дети росли по мере того, как рос учебник. И записывали третьеклассников в третьем классе, четвероклассников в четвертом классе. То есть они соответствуют возрасту. И это сразу создает, выстраивает мостик доверия между слушателем. Потому что это не говорит какой-то взрослый человек, совершенно далекий, недоступный англичанин. А вот такой же ребенок, по году слышно, что он тоже такой же, еще не очень взрослый. И сразу возникает такое доверие, снимается опасение, страх, отчужденность. Это тоже довольно важно, потому что в изучении языка вообще все эти нюансы, вот эти мелочи, на наш взгляд, очень важны. Потому что если вдруг возникает у ребенка недоверие, отчуждение, страх, то сразу же как шторкой будет закрываться восприятие. И процесс обучения будет происходить неровно и неэффективно. И для того, чтобы избежать такой проблемы, авторы все время строили, выстраивали эти мостики доверия. И в темах близких ребенку, интересных, это сказки, это рассказы, доступные их возрасту, это, например, диалоги, о таких очень много. Если это новогодний период, то про подарки, потому что кому уже неинтересно побеседовать, что тебе подарят на Новый год, а тебе это что, вот, конечно, всем интересно. Либо это празднование дня рождения, потому что это тема, которая всегда очень актуальна, насущно интересует детей, они любят праздники. Либо же это образцы народного фольклора, британского сказки, например, как это, например, происходит со сказкой «Джинджи Брэдмен», «Пряничный человечек», который мы увидим далее. Все это близко по духу, близко по возрасту, и потому интересно и мотивирует на изучение, на узнавание на дальнейшее. Ну, а мы движемся дальше, путешествуем по страницам учебника. И я хочу показать вам еще одно задание. Сейчас, одну минуточку. Вот, да. И перед нами еще одно задание. Джейн отправляется в путешествие на самолете, берет с собой всех животных, прочитай, скажи, какие вопросы задает ей пилот в целях безопасности животных и где находятся ее питомцы. И вот перед нами сам диалог. Вот кнопочка, можно послушать, прочитать по ролям, можно ответить на вопросы. Здесь вот есть небольшая кнопочка, ссылочка, потому что слово незнакомое, сидя. Но хочу обратить ваше внимание еще на одну вещь. Она совершенно типична для этого учебника. Перед каждым заданием по чтению всегда будет блок, который называется «Прочитай слух». Это будет фонетическая отработка новых слов и каких-то трудных слов, которые встретятся в тексте и в разделе урока. И в данном случае мы с вами тоже видим такой же прочитать слов задания. Здесь идет транскрипция слова с выделенными буквами. А мы уже с вами знаем зачем и уже знаем, что это достаточно эффективный, хороший, подтвердивший, доказавший свой эффективный способ отработки навыков чтения. И вот мы с вами здесь видим такой конгломерат. Вот здесь мы проработали чтение как цель, чтение как средство, потому что здесь мы и почитали вслух, и потренировали, проговорили за диктором, и прочитали текст, и ответили на вопрос, и таким образом проверили, правильно ли или нет мы что-то поняли. Ну вот это самое начало. Это второй класс, первая часть. И вот мы переходим ко второму классу второй части. И тоже заглянем на странички учебника. В начале второго класса, в начале второй части второго класса, но это где-то вторая половина года, как вы понимаете, там январь-февраль. Вот, например, такое задание. Опять же, вот там мы прочитаем вслух, о котором я говорила. И вот текст. Прочитай письмо, которое Даша послала на конкурс «Самый необычный домашний питомец» и скажи, кто ее питомцы, кто из них необычный. Вот оно, письмо. Опять мы видим формат письма. Вот, и, конечно же, при чтении ребенок обращает внимание не только на смысл, но и на форму, на содержание, и учитель обратит его внимание на это. Есть возможность послушать. Послушай и прочитаем вслух. Привет, меня зовут Даша. У меня много птиц. И так далее. А вот задание на проверку. Прочитав этот текст, ребенок должен закончить предложение, и таким образом мы проверяем понимание. Даша has got. Бу is. Пуш is. И так далее. Когда ребенок вписал, если вдруг он не помнит, он, конечно же, может перелистнуть страничку, найти ответ. Вот вписал, проверил и увидел, если все правильно, то все отлично. Если нет, можно повторить еще раз, опять же. Вот здесь мы видим такой уже хороший конгломерат. Это проверка, вернее, отработка навыков чтения как цели, как средства, и тот же контроль. Вот еще одно подобное задание, прочитая вслух, здесь уже тема о страноведении. Мы знаем с вами прекрасно, что это важный аспект, и ребенок должен уметь рассказать о странах изучаемого языка. И, конечно же, как в любом учебнике, здесь тоже в УНК, под редакцией Светланы Григорьевны Терминасовой, огромный комплект, огромный набор страноведческих текстов, которые рассказывают о всех странах изучаемого языка, и об эмблемах изучаемого языка, и о животных символах, и об истории, и о культуре. Ну и вот один из таких текстов мы с вами видим. Это текст, посвященный, посвященный, опять же, теме путешествий. Майк и Дэн выиграли поездку на двоих. В любую страну мира у них разное желание. Прочитай про себя, скажи, куда каждый из мальчиков хочет поехать, что хочет увидеть. Здесь вот ребята работают, читают, а затем нужно проверить понимание, выбрав подходящий ответ и поставив галочку напротив правильного варианта. Ну, например, вот так, 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 ну и проверить. Еще одна важная вещь, что происходит отработка новых слов, это работа с языковой догадкой, с географическими названиями, просто с незнакомыми словами. Вот таким образом они выделены еще в отдельную рамку, с транскрипцией, с переводом, и их можно послушать, за диктором и повторить. Также точно есть иллюстрации, которые показывают, что такое Тауэр, что такое Букингемский дворец. То есть эти слова не оказываются пустой фразой, а подтверждаются наглядности. А это необыкновенно важно, потому что для ребенка младшего школьного возраста, тем более, очень важно видеть какую-то визуальную опору, фотографию, картинку, либо предмет, для того, чтобы у него лучше запомнилось слово. Это просто психологические основы, конечно же, всем известные. Ну вот, мы с вами посмотрели эти тексты, вот, и я предлагаю вам передвинуться уже дальше в третий класс и посмотреть, куда двигаемся мы дальше, обучая чтению ребенка в третьем классе. Начинается это обучение, естественно, все с тех же стандартных заданий, как вы помните, прочитает слух, но уже задание, в отличие от второго класса, формируется и формулируется и на английском, и на русском языке, поэтому мы видим здесь read out loud, прочитает слух. И обратите внимание, все те же задания, все те же транскрипции, все те же выделенные слова, которые можно читать, зная транскрипцию, но уже усложняется ряд, потому что возраст уже тоже более старший, в третьем классе ребенок уже может больше гораздо, и поэтому мы здесь уже видим с вами дефтонги, мы видим уже здесь пары букв, которые там дают сложное звучание, но и кроме того, мы с вами видим возле каждого транскрипционного знака кнопочку аудио. Что это означает? Это означает, что на случай, если вдруг ребенок забыл, как читается тот или иной транскрипционный знак, а ведь прошло целое лето после второго класса, и, конечно же, ребенок мог легко забыть эти транскрипционные знаки. Так вот, чтобы их вспомнить и не забывать более, в случае, если ребенок забыл, он может нажать и вспомнить Например, здесь вот дающие долготу руки, да, с двумя точками. И вспомнив, что это О, опираясь на эту подсказку, ребенок уж точно может прочитать Short, Morning, Good Morning и так далее. Мне кажется, что это очень хорошая помощь и подспорье для родителей, которые хотят помочь своим детям и хотят проверить, например, проконтролировать, ну или облегчить просто выполнение домашней работы, потому что подобные задания обычно задаются на дом. Так вот, если вдруг родители хотят помочь ребенку, но не изучали английский или не уверены в транскрипции, в правилах чтения, то высокоинтерактивное учебное пособие позволяет отработать это и помочь ребенку правильно произнести. Несколько раз повторив за диктором, он вспомнит, конечно же, или запомнит, если вдруг забыл, и будет читать легко и просто. Подобный формат сохраняется весь третий и весь четвертый класс в высокоинтерактивном учебнике. Все задания построены по одинаковому образцу. Перед каждым текстом раздел «Почитать вслух» оформлен именно так. Но мы еще далее увидим с вами. Ну и вот, например, текст. Как я уже говорила, каждый текст в учебнике сопровождается обязательно аудиозаписью. И с третьего класса начинаю, вот таким образом устроена эта запись, уже не просто кнопочка. Ребенок уже подрос к третьему классу и вполне может пользоваться вот такой системой навигации. Ну что здесь мы видим? Видим кнопку, которая запускает запись. Мы видим вот этот значок с бросом, если вдруг нам нужно начать сначала. А также мы видим кнопочку с стрелочком. Она позволяет дефрагментировать запись и начинать с нужного вам раздела, например, с этого, с этого, с этого, с какой вам хочется, с какого вам нравится. Эти кнопочки позволяют, вот видите, продвинуть куда нужно и оттуда начинать слушать. Почему это нужно? Нужно это потому, что порой нужно отработать за диктором совсем не весь текст. Допустим, ребенок хорошо читает два первых предложения, либо в них нет сложности. А вот далее возникает сложность в чтении и для отработки правильных навыков чтения, для отработки фонетического произносительного навыка, для правильного синтагматического членения речи, интонации, мелодики и так далее. Нужно повторить несколько раз за диктором какое-то отдельное предложение. Вот когда возникает эта необходимость, можно воспользоваться вот этой кнопочкой. Вообще хочу обратить внимание ваше, что при обучении чтению необыкновенно важно работать с записью, с аудиозаписью и работать, повторяя вслед за диктором. Потому что в условиях языковой изоляции, когда ребенку особенно негде услышать английскую речь, аутентичную, это, пожалуй, во многих случаях единственный способ получить правильный образец для подражания. А дети великие имитаторы. Они очень легко и просто ловят интонацию, нюансы произношения, паузы, передают настроение, даже ловят настроение, переданное диктором, имитируют его. Поэтому достаточно только единожды научить ребенка, что нужно пользоваться вот этой звукозаписью и повторять за диктором. Ну, каким образом? Останавливая предложение за предложением. Вот остановили. His nine is tall. Вот обратите внимание, здесь идет перечисление. При перечислении интонация всегда будет подниматься, а в последнем из перечисляемых вариантов опускаться. И чтобы ее правильно имитировать, ребенку достаточно повторить за диктором, может быть, один, два, может быть, три раза, чтобы запомнить, что когда встречается такая структура, то нужно вот так интонировать. А сыграет это свою положительную роль достаточно быстро, потому что любой учитель оценит это правильное предношение. Ну и кроме того, мы помним, что в УГЭ, в ЕГЭ есть такой раздел «Чтение вслух», задание «Чтение вслух текста». И именно там оцениваются навыки чтения фонетические и интонационные, туда тоже, конечно же, входят, как важная, неотъемлемая часть. И у учителей всегда возникает вопрос, когда же их учить читать, потому что в седьмом, восьмом, в девятом классе некогда. А вот учить надо начинать прямо сразу, со второго, с третьего, с четвертого. Вот такими несложными простыми упражнениями, маленькими шагами, шаг за шагом, ребенок будет это все усваивать. И повторяя за диктором, имитируя чтение сам, без помощи родителей, что очень важно, он вполне самостоятельно может это делать. Ребенок незаметно приучится, выучится и освоит эти навыки, и порадует и вас, и себя, и учителей, и родителей правильным, прекрасным произношением. Я тоже говорю об этом не на пустом месте. Я совершенно точно видела, как это происходит, и имею собственный опыт. Я видела, как дети, которые не имели никаких контактов ни с какими носителями языка, но работали по этому учебнику, и пользовались этими звукозаписями, читали с прекрасной интонацией, с великолепным произношением, и иногда даже задумываешься, откуда. Ну вот оттуда, просто вот работали со звукозаписью, имитировали диктора, и достаточно оказалось этого. Ну вот, а что же по поводу понимания текста? Ведь здесь нужно же еще не только прочитать правильно и хорошо след за диктором, но еще, например, сделать такое задание. Друзья написали о Топсе. Топсе – это один из героев книги, учебника. Но произошла пунктаница. Прочитай, исправь ошибки. Выдели цветом ошибки в описании Топсе. Вот мы здесь можем выделить цветом. И мы взяли цвет и исправляем ошибки. Можно выделить и сразу увидеть ошибку. He's not? Нет, он нормально, все правильно, not. He's tall, he's not tall, actually. И нам, исправляя ошибку в объявлениях о Топсе, нужно использовать подсказку. И тогда уже ребенок будет говорить, I'm sorry, but Topsie isn't tall. He's short. He's got a big green head. На самом деле не head. He's got big green eyes, например. Вот продолжение текста. Это Фокси. Фокси рассказывает уже про него. И то же самое задание также точно нужно исправить. В случае, если вдруг трудно, не получается, или нужна дополнительная помощь, вот она кнопочка Help. Помощь рядом. Нажимаем на кнопочку Help, и возникает высказывание. Правильное высказывание. Например, ребенок, который должен исправить ошибку и затрудняется, может прочесть сначала само высказывание базисное, потом его закрыть, и опираясь на фразы в тексте, еще раз проговорить. И эта помощь вполне себе будет достаточна для того, чтобы он смог сам построить независимое индивидуальное высказывание. Ну вот, такие задания. Еще одно, например, это уже в конце, где-то в декабре, в третьем классе. Ребенок изучает дни, недели, сезоны, погоду, и в данном случае вот они, дни недели, и предметы школьные. Вот тот самый список Read Out Loud. Прочти вслух, мы с вами видим транскрипцию, а в аудио кнопочки для прослушивания транскрипции выделены слова. Вот, отработав, правильно произнося все сложные, незнакомые, новые, трудные слова, ребенок переходит после снятия трудности уже к тексту. А здесь нужно прочитать расписание Моники. Если вдруг трудно, то вот она помощь, Help. Можно послушать и с помощью диктора отработать это. Это не новое задание, перед этим уже слушали. Поэтому здесь в кнопочке Help ребенок вполне может уже и сам это почитать. Ну и вот чтение. Прочитай и скажи, какой же у Топси любимый день недели, и какие предметы у него в этот день. Вот сам текст, видите, совершенно несложный, коротенький, понятный абсолютно текст. Топси's favorite day. Абсолютно посильный для этого возраста, а главное, интересный для этого возраста, потому что, ну, третиклассникам вообще интересно, а что же там Топси учит, вот такие ли предметы, как они, или другие, и какой у него любимый день. Вот у него, например, любимый день, вот, понедельник, у кого-то может быть вторник. А почему он любит? А, вот я люблю потому-то, а он, потому что у него предметы, чтение, письмо, математика. И после того, как прочли, должны выбрать правильный ответ. Таким образом осуществляется уже проверка чтения, его любимый день. Ну, мы-то с вами знаем, что это Monday, и что у него любимые предметы, вот они, и мы их проверяем. Ну, вот не то, не то мы написали. Должно быть math, math, reading and writing. Вот теперь правильно, да? В конце каждого урока, это к теме чтения, может быть, не так уж близко относится, но просто поскольку мы задели еще в разговоре и структуру самого учебника, то обращу ваше внимание, что в конце каждого урока присутствует список новых слов, которые были предъявлены, изучены на этом уроке. Они всегда идут в последнем упражнении, это обычно седьмое упражнение, 7а, запиши и запомни. И перед нами слова с транскрипцией, с переводом и со звучанием. Зачем? Затем, что обычно, опять же, это домашнее задание. И не всегда ребенок может прочесть правильно, не каждый ребенок на уроке сразу запомнит новое слово и звучание, конечно же, да еще таких сложных слов, как Wednesday, Thursday или там favorite, например. И поэтому нужна дополнительная помощь. Ну, а поскольку не каждый родитель может помочь, то учебник высокоинтерактивный приходит на помощь. Вот, пожалуйста, это не просто список, но список сразу с транскрипцией и с переводом, и со звучанием. Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday. Итак, даме, если возникают трудности, ребенок может сам нажать на кнопочку, послушать, как это звучит, и повторить вслед за диктором. Я думаю, что совершенно очевидно, что это большое облегчение для ребенка, ну и для родителей в немалой степени, и опоры для учителя. Например, если ребенок пропустил, проболел, то вместо того, чтобы сидеть и повторять вместе с учителем, учитель может просто прописать ребенку индивидуальный образовательный маршрут, прописать страницы в высокоинтерактивном учебном пособии, где он просто сам, следуя шаг за шагом, дома отработает, запомнит, выучит, и учителю остается только этап контроля, только этап проверки, например, новых слов в данном случае. Ну, я хотела еще показать вам, конечно же, и четвертый класс, не только третий. Четвертый класс продолжает всю ту же тему, всю ту же самую традицию. В каждом абсолютно уроке всегда будет текст по чтению. Абсолютно всегда. И вот наше Read Out Loud – это первый урок в четвертом классе. И вот те же самые транскрипции, звучание можно проверить, прочитать, отработать. Ну, и мы видим, что это тема уж краеведения, страноведения. И здесь пойдет речь о частях Великобритании. И перед нами текст о Великобритании. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Но не сразу появляются эти слова. Мы с вами смотрели пятое упражнение, а есть еще и первое, и второе. И, например, самое первое упражнение показывает нам вот что. Джейн и Джонни нашли интересный пазл. Скажи, что ты видишь на картинке. Ну, вот вижу какую-то землю, что-то тут выделено. Ну, вот она лупа. Что лупа позволит нам сделать? Она позволит нам увеличить, увеличить ту картинку, которая есть. И вдруг мы видим с вами карту. И на карте кнопочки какие? Нажимаем их и видим. Вот оно, название Эдинбург. Эдинбург, Эдинбург и перевод, и звучание. Эдинбург. То есть это новые слова названия частей. Скотланд. Великобритания. И названия столиц частей. Объединенного королевства. Таким образом, вот видим Белфорст. Видим Northern Ireland. Эдинбург и так далее. После этого первого шага наступает второй, где нужно посмотреть на карту и заполнить каждое окно правильным словом. Мы уже приблизительно знаем от работы в моей карте, и поэтому это достаточно легко. За этим следует следующее задание. Послушать, что же в пазле. А затем кнопочка Do the puzzle. Сделать пазл. И вот он наш пазл, и можно его собрать. Таким вот интересным образом, повторив карту и узнав, что на ней было. Ну, как когда пазл собран, то тогда мы увидим такую же карту с названиями тоже частей и столиц. Ну, и постепенно, шаг за шагом, мы придем как раз к тому самому тексту, который я вам показала. Вот еще раз мы отрабатываем транскрипцию. Обычно это задание домашнее, поэтому ребенок просто вспоминает, что было на уроке, и еще раз возобновляет памяти. А затем переходит уже к чтению. Джейн и Джонни рассказывают Хетти о Великобритании. Почитай, скажи, что же она узнала об этой стране, послушай текст, прочти его вслух. И вот здесь след за диктором можно читать. Мы с вами уже знаем, да, вот здесь есть возможность и разбить на фрагменты, и вернуться, и так далее. И вот заголовок. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. И вот она, звездочка. Что здесь? А слова-то незнакомые. The United Kingdom, The UK и так далее. Вот чтобы их еще раз на всякий случай отработать, повторить и знать перевод, есть такая ссылочка. А кроме того, мы видим, что текст построен в форме диалогов, как и большинство текстов в этом учебнике. И затем, что обучение коммуникативное, и главное, зачем мы учим английский, это коммуникация. И поэтому формат коммуникативности сохраняется и в виде диалога, в текстах. Также мы видим плюсики вот возле Лондона, Cardiff, Edinburgh и так далее. Что это за загадочные плюсики? А это иллюстрации. И тогда за каким-то словом Cardiff, которое не несет ничего за собой, встает целый иллюстративный ряд. Вот можно просмотреть картинку за картинкой и увидеть, как же выглядит этот самый Cardiff. И, конечно, тогда он урежется в память ребенка намного лучше. Либо вот Эдинбург, таким образом мы видим. Либо же Делфаст. Ну и, конечно же, Лондон таким же образом тоже. И я думаю, что вы со мной согласитесь, что когда возникает такая наглядность, яркие красивые картинки, да еще для детей в четвертом классе, конечно, все запоминается гораздо лучше. И тогда это не просто, там есть четыре части, столицы такие-то, а сразу же встают эти прекрасные картинки, иллюстрации. И сразу встает живая страна и живые города за этим. Потому что наглядность – это необыкновенно важный аспект при изучении языка. Ну и вот перед нами, конечно же, эти же новые слова. Опять же, их можно послушать и повторить. Ну вот это первое задание. Посмотрим, например, первый урок. Посмотрим, чем заканчивается первая часть. Вот так же точно в каждом уроке всегда есть эти задания. Они типовые, одинаковые. Вот в данном случае это read and remember, это глаголы, а далее идет задание read out loud. Также вот мы видим здесь новые слова и текст. Нужно прочесть, что Джонни написал на своем веб-сайте о большом московском цирке. Выделить галочками и сказать предложение, правильное или неправильное. Затем послушать текст и отработать его. И вот он сам текст. Нам предлагается затем еще дать заголовок к тексту. Вот ребенок читает этот текст. Опять же, с помощью этих кнопочек можно посмотреть на иллюстрации. Вот, например, здесь про животных. Говорится о животных, можно посмотреть, какие животные. Говорится о клоунах, можно посмотреть, взглянуть на клоуна. Вот они. И, кроме того, мы видим еще и ссылку. Здесь можно увидеть больше картинок на этом сайте и прочесть больше информации. Ребенок может самостоятельно выйти туда и поискать дополнительную информацию. Ну и прочитав этот текст, он должен заполнить эту таблицу. Таблица на проверку понимания. True-false. Мы знаем прекрасно этот формат. Очень эффективный. И тут мы узнаем, например, что он не очень старый и что здесь туристы, конечно, не могут поиграть с животными. Выделяем. True-false. Проверяем. Да, действительно, проверка понимания прошла правильно. Ну, также точно любой ребенок может проверить себя сам. Либо учитель может проверить это фронтально, вызывая к доске по одному, по очереди. И, выведя на доску, например, вот это задание в интерактивном режиме, очень хорошо работать с такой проверкой. Именно потому, что мгновенно проверяется. Это не то, что дети где-то там написали какую-то письменную работу, где-то проставили галочки, потом учитель собрал и через неделю когда-то вернул проверенное, когда уже угас интерес и все уже давно забыто. Нет, все происходит сразу, мгновенно, благодаря высокоинтерактивным учебным пособиям. И поэтому очень продуктивно проверять, контролировать чтение именно таким образом, не отсроченным контролем, а непосредственно сразу на месте. И вообще, говоря о контроле, мы видим, что после каждого задания на чтение текста всегда есть какая-то форма проверки контроля. И этот текущий контроль позволяет отследить, насколько правильно ребенок понимает это. Там бывают совершенно разные формы. Вот выделение тиктов, выделение галочками, true, false, с помощью выпадающего списка, с помощью выделения цвета, с помощью подчеркивания. Самые разные способы. Ну и вы, конечно, понимаете, что все это несет помимо функциональной нагрузки еще и дополнительные элементы игровой направленности. И приближает ребенка к его игровой среде, которая ему еще далеко не чуждо, а очень даже близка. И позволяет ему как раз перешагнуть языковой барьер и приблизиться гораздо более плотно к английскому языку. И сродниться с ним, промикнуться. И возникает доверие с помощью игры. И, конечно же, ребенку интересно это мотивирует. А мотивация – это один из самых-самых важных моментов при обучении языку. Ну вот сейчас мы с вами поговорили о том, как можно работать, обучать чтению с помощью учебников «Английский язык» под редакцией Светланы Григорьевны Терминасовой, издательства «Академкнига-учебник». Я еще раз напомню, что мы пролистали с вами страницы учебников 2-го, 3-го, 4-го класса. И посмотрели, как мы формируем навыки чтения. Чтение как цель, чтение как средство. Как мы работаем с записью, которая сопровождает каждый текст. Как мы отрабатываем фонетические навыки. Как работаем с проверкой понимания. Как проверяем технику чтения, владение языковыми знаниями, умением узнавать лексико-грамматические единицы, догадываться об их значении. Умение использовать различные стратегии чтения в зависимости от установки. Умение извлекать основную дополнительную информацию. И также умение пользоваться транскрипцией при чтении, конечно же, очень важно. Я хочу сказать, что, говоря об итоговом контроле, конечно, чтение тоже проверяется и на итоговом контроле. Нужно коснуться тестов. А тесты высокоинтерактивные тоже представлены в учебнике ОМК. И о проверке итоговой, и вообще о возможности проверить итоговый уровень сформированных навыков и умений в течение всего года, либо же по завершении каждого из разделов учебника. Так вот, об этом мы поговорим на нашем следующем вебинаре, который будет в мае. Мы поговорим о тестах, о высокоинтерактивных тестах, которые также точно, быстро и хорошо в игровой форме, близко для ребенка, позволяют проверить сформированность его умений и навыков. Поэтому я вас приглашаю в мае на следующий наш семинар. Найти информацию всегда можно в расписании на сайте ShopUpBooks. Также точно, как можно найти и все другие наши с вами вебинары. Достаточно вам ввести ShopUpBooks. Вот мы с вами прямо вместе это делаем, электронные учебники. И вы зайдете на нашу страничку PNSH, перспективная начальная школа, электронные учебники. Вот, и здесь мы видим и интернет-журнал, и видеозаписи прошедших уроков, вебинаров и семинаров, школы для родителей в том числе. А вот расписание вебинаров, где можно узнать, когда какой вебинар будет проходить. Отсюда же можно и зарегистрироваться. Вот, и далее. Вот, кроме того, на странице есть еще много всей полезной информации, каталоги, например. И вы можете увидеть в разделе «Английский язык» демо-варианты всех тех учебников, о которых я вам сегодня рассказывала. Вот он и учебник 2-го класса, и 3-го класса, 4-го, 5-го. Вот, и рабочих тетрадей, которые прилагаются сюда, и тренажеров, которые сопровождают каждый из классов в тренажерах. Тоже можно посмотреть разделы чтения. Вот, все это представлено на сайте ShopUpBooks, перспективная начальная школа. И всю эту информацию, конечно, вы можете сами еще раз посмотреть и еще раз прочитать. Я вас благодарю за внимание. Была рада рассказать вам, и буду рада еще поговорить о контроле чтения и встретиться с вами в следующий раз. Благодарю вас. Всего хорошего и до свидания.